Всем привет! И сегодня у нас обзор новой игрушки под названием Свет. До этого, буквально вчера вечером, я делал обзор, но у меня не получилось в неё поиграть из-за того, что были проблемы с графикой. Сегодня открываю, смотрю, один из пользователей на YouTube не написал решение. У кого были аналогичные проблемы, смотрим ссылку под этим видео, там указано прошлое. Я не буду его удалять, вы можете посмотреть, какие проблемы были с графикой. На самом деле, заходим в поле для разработчика и включаем аппарат на ускорение GPU. Собственно говоря, вы сами увидите комментарий того пользователя и сами можете в этом убедиться, если у вас есть такие проблемы. Итак, сразу об игре. Игра по-настоящему хорошая. Наконец-то я смог вдоволь поиграться с геймплеем и эту игру я уже официально купил на Google Play. То есть сейчас я смогу поиграть во все полноценные 6 уровней, не какие-то 3 обрезанных, а в полную игру. То, что вы сейчас видите, я специально не стал заменять музыку в игре на какую-то совершенно постороннюю. То есть то, что происходит в игре, вы будете все абсолютно слышать. Все взрывы, все грохоты, оры, крики. То есть, ну, можно сказать, вы сами погрузитесь в игру. Единственное, что меня немного поражает, так это почему этот герой так сильно дышит, когда идет. Такое ощущение, как будто или он запыхался, или он очень сильно боится. Хотя, да, действительно, это довольно-таки страшно. Еще немного об истории стоит рассказать. Главный герой в таинственном бункере B-18, где находится этот чудик, которого вы только что видели. Эта игра является продолжением той же самой серии. То есть того же самого света, только под другим названием Dead Bunker. Герой уже выбирался из этого бункера, как вдруг, с ни с того ни с сего, потерял сознание и очутился в этой клетке. И сейчас ищет выход. До этого он собрал пять неизвестных фрагментов и теперь просто должен выбраться. То есть это довольно-таки классно. Находим записки на стенах и читаем. И вообще вот этот сайд-квест, который напоминает... Ой, сайд-квест, который представлен в этой игре, он напоминает довольно-таки знаменитую игру на персональном компьютере. Это Амнезия The Dark Descent, что ли она, по-моему, так называется. Вообще классная игрушка, я в нее играл. Если бы я делал обзоры на ком, то обязательно бы сделал и на нее обзор. Единственное, что вы, конечно, не сможете полностью погрузиться в атмосферу игры, так как нужно играть в наушниках, желательно ночью. И да, я специально сделал по-амузу, для того, чтобы было немного потрашнее. Игра по-настоящему в наушниках очень сильно гнетет обстановку. И в этом она и проявляет всю свою сущность. Мне игра очень сильно понравилась. Советую действительно не скачивать, не лазить по каким-то торрентам. Игра стоит не так дорого. И в Google Play полную версию можно вполне себе скачать и пройти ее. Игра достаточно недолгая. Я уже ее всю прошел. Дело в том, что геймплей записывал с первой главы, так как пробовал все абсолютно версии. Разработчик выкладывал версию для травмозящих тегроустройств, для слабых девайсов. Ну, короче, все перепробовал. Но вот такие проблемы все-таки остались с графиками. Но один из пользователей мне, опять же, подсказал, за что ему огромное спасибо. И сейчас мы уже видим полноценную графику. Опять же, если это будет происходить не только в этой игре, а в остальных заходных в поле разработчиков, как я уже говорил, включаем аппаратное ускорение GPU. Что еще можно сказать об игре, так это то, что детализация очень хорошо проработана. То есть мне на самом деле все понравилось. Однако, как уже замечали пользователи на форуме 4PDA, да и не только на 4PDA, в левом верхнем углу написано light, ну то есть фонарик, свет. Могли бы написать по-русски, учитывая то, что разработчик украинский, а не какой-нибудь американец. Шрифт в игре могли бы сделать и покрупнее. Кто-то говорит, что на 4,3 дюймовом дисплее довольно-таки мелко все кажется. У меня HD-экран, разрешение, диагональ экрана 4,55 дюймов. Не скажу, что мелко, вполне себе приемлемо. Но это, опять же, для кого как. Как вы можете услышать, остановка естественно нагнетается, и в этом довольно-таки классно. То есть иногда просто пугает, что откуда происходят эти крики. Того чудика, который вы видели в самом начале игры, он будет преследовать вас все оставшееся геймплейное время и во всех главах. То есть игра по-настоящему классная и сделана не АБК, а мне кажется довольно-таки продолжительное время. Графика на высоте, геймплей на высоте, игра недорогая, довольно-таки увлекательная. Самое главное, это очень качественный инди-хоррор, ну и довольно-таки неплохая убивалка времени. В общем, я за то, чтобы вы скачивали эту игру. Я думаю, что каждый должен ее попробовать, особенно любители хоррор-жанров. Подписываемся на канал, ставим лайки. Думаю, вам понравилась эта игра. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok